Что вы сделали? Вы залили второй и первый этаж? Мы не заливали его. Залили? Нет. Залили? Капитальный ремонт с тяжкими последствиями бригадира-ремонтников пострадавшие жильцы взяли в кольцо. Сегодня по контракту ремонт девятиэтажки должен закончиться. Сроки-то не укладываете? Не укладываю все. Потом вот не хватит людей. Нет никакой воды вообще. 18 квартир без воды уже вторую неделю. Трубы обрезали, а подключать не спешат. Ни одного законченного стояка, полностью работы нигде не выполнены. Унитазы валяются в подъездах. Снять их людей хватило, не хватило подключить. Ремонт общедомовых сетей закончился разрухой в квартирах жильцов. Вот разбили мне на кухне, выломали вот эту дверь. Кто ее будет заделывать? Старые батареи вместо старых, разбитые перекрытия, подъезды, которые до ремонта, выглядели гораздо лучше. И за все за это людям выставили счета. Их доля в таком ремонте – несколько тысяч рублей с квартиры. У меня нет средств. Уже жизни нет никакой. Это же вообще невозможно. Уже к чему они привели пенсионеров? Это ужас великий. Люди отказываются платить за капитальный ремонт с таким качеством и такими сроками. Хотя по контракту подрядчик все равно без денег не останется. 12 миллионов рублей заплатит бюджет. Тендер выиграл Липецк Пласт, являясь единственным претендентом на почти 13 миллионов денег федеральных, отпущенных на ремонт дома. Не нашлось больше желающих в Липецке поучаствовать в ремонте этого дома. В департаменте ЖГХ, вопреки муниципальному контракту, разрешают работать подрядчику до конца декабря. Да и к качеству властей претензий нет. А жалобы жильцам советуют направлять по другому адресу. Ну, жители у нас все разные. И всех всегда что-то не устраивает. Естественно, они вправе обращаться куда угодно. В суд, прокуратуру, все остальные инстанции. Жители капитально искалеченного дома решили последовать совету властей. Первую свою жалобу они направят в прокуратуру. Вторую – в полицейское управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК Новости.